Ну как? Ага, отлично. Отлично. Ну, друзья, в 12 часов у нас традиционно с Алексеем для новичков, поэтому я сейчас просто делаю вводное слово, потом Алексей продолжит, это у нас традиционно на 12 часов для Сибири и Дальнего Востока, для тех, кто только подключился к проекту Skyway. А дальше мы перейдем на часовой вебинар, мы его сегодня с Алексеем проводим из Минска, поэтому, как уже и анонсировалось, обещалось, будет ряд, я могу сказать, важнейших сообщений, и их сделает там кто, ну и как сам автор программы Антон Дорфинницкий, это тоже уже и анонсировано и сделано, поэтому, друзья, я могу сказать, что уже забегая вперед, потому что невозможно сейчас уже не говорить даже для новичков, что программа вышла на принципиально новый уровень, и сегодня ряд новостей, которых вы узнаете по ходу, они, конечно, очень дорогого стоят, и вечером, к сожалению, мы с Алексеем не сможем вести, потому что мы будем перемещаться уже в Москву, но проводить будет еще ряд спикеров, и будет запись дневного вебинара, поэтому кто вечером зайдет, тоже сможет увидеть вот эти основные новости от Минска, которые будут анонсированы, а мы как раз с Алексеем прокомментируем и сделаем то, что сегодня происходит. Поэтому, друзья, хрипит, хрипит, это значит потише надо чуть-чуть сделать, да, Алексей? Да. Так, я убрал сейчас звук, лучше сейчас, друзья, как слышно. Да, чуть потише, еще потише, да. Так, сейчас... Так, хорошо, да? Отлично. Ну все, друзья, просто извините, у нас походные условия, вот, причем это походные условия, в прошлый раз я проводил вебинар в прошлой среде из Санкт-Петербурга, об этом я буду говорить на часовом вебинаре, вот, поэтому сейчас, друзья, нас ожидает много какой-нибудь интересной работы, и откуда мы с Алексеем только не будем в ближайшее время проводить вебинары, то есть мы их по средам будем, то есть у нас четко есть установка, откуда, где бы мы ни находились, мы обязательно будем вести эту работу, и я могу сказать, что нас ожидает, ну, я думаю, за ближайшие там полгода настолько разнообразная география, что сейчас даже трудно об этом предположить. Поэтому, друзья, несколько обводных слов, которые мы всегда говорим для новичков, потому что 12-часовой у нас вебинар для тех, кто только включился... Нет, мы на часовом вебинаре. Ну, кстати, вы можете, Антон, вы всегда можете в нашем вебинаре поучаствовать, видите, так сказать, мы приветствуем всех, это... Добрый день, Антон Дайвич, это для новичков, это автор программы, кто не знает, кто такой Юницкий, это автор программы, автор стройных технологий, мы с Алексеем ведем сейчас из его кабинета этот вебинар, вот, но те новости, которые мы анонсировали, Антон, давайте мы на часовом вебинаре говорим, то есть это мы у вас... Новости, не новости, нет, нет, не новости, а те события, которые мы хотели бы, чтобы вы прокомментировали, вот, то, что сейчас, то, что сегодня вы должны услышать именно от самого Юницкого, а не в нашем комментарии. Вот, ну, друзья, работа идет очень активно, и вы сегодня сейчас, сейчас подключаетесь к программе, программе Skyway, это тот, кто первый раз услышал это название, кто пришел сегодня в проект, я могу сказать, что это самый масштабный инновационный проект, сейчас это можно сказать абсолютно точно, это признанный инновационный проект, который сегодня запускается и делается по технологии краудинвестинга, то есть привлечением большого количества участников, те, кто поддерживает этот проект, тот, кто инвестирует и продвигает этот проект, соответственно, благодаря этому достигнуты сегодня определенные результаты, которые без преувеличения, можно сегодня сказать, очень впечатляют. И на сегодняшний момент, я почему говорю, что именно признана инновационная технология, потому что то, что сегодня происходят события именно с признанием инновационности, это тоже очень важный аспект в том, что сегодня есть. И я не говорю, мы будем сейчас останавливаться на самой технологии, об этом чуть позже скажет Алексей Сухадоев, а моя задача сейчас до вас донести, для тех, кто не знает, потому что я, друзья, вижу, что большинство здесь, конечно, это уже наши партнеры, наши друзья, наши сторонники, вот, но для тех, кто только включается в процесс, можно сейчас сказать, что вы подключаетесь к очень серьезной программе, которая изменит жизнь каждого из вас, из нас уже изменила, она изменит жизнь каждого города и региона, в котором мы находимся, она изменит жизнь страны и России, и всего континента в целом. Она говорит, что можно четко утверждать, что она изменит жизнь цивилизации. И если говорить о цивилизационных циклах сегодня, что это не откуда рожденная или неоткуда не взявшаяся технология. Она развивалась, она рождена более 40 лет инженером юницким, сегодня пришло время ее реализации. И мы ввели такой термин, такой, что русский прорыв, время пришло. Это очень важное утверждение, это очень важное заключение о том, что именно сегодня сложились все факторы для того, чтобы эта технология вышла в свет, для того, чтобы она была продемонстрирована и для того, чтобы она была капитализирована через краудинвестинг, который мы сейчас применили. Не спроста сегодня мы начали работать по технологии краудинвестинга, потому что десятилетия, я в проекте более 15 лет с Антоном Доварчем Юницким, он занимается технологией более 40 лет. И, соответственно, не всегда мы обращались к людям, не всегда мы занимались краудинвестингом, то есть у нас был ряд, мы работали с крупными инвесторами, с крупными фондами, но два года назад было принято решение, и оно единственное правильное, то, что сегодня дал результат, это запустить краудинвестинговую систему, то есть обратиться к инвесторам, которые могут позволить себе рисковать небольшими инвестициями для того, чтобы максимально продвигать проект. И я могу сказать, что за два года проделана колоссальная работа, то есть сформировано конструкторское бюро, мы находимся в Нимске, в офисе здесь 4 этажа, в современнейшем офисном центре конструкторское бюро, здесь огромная группа сегодня работает. Кстати, сегодня тоже событие, конструкторская группа, которая занимается изготовлением моделей и изготовлением прототипов и юнибусов, и юникаров, и, соответственно, юнибайков, которые будут продемонстрированы в ближайшие 2-3 месяца, они сегодня переезжают в другой офис, который раньше занимала конструкторская группа, которая занималась ее мобилями. Слышали такой интересный проект, но по разным причинам он закрылся, не смог дальше существовать, потому что это тупиковое направление было, что из тысяч модель автомобилей создавался еще один электромобиль, который претендовал на занятие по утраме сторонки. Этого не случилось. Так вот, некоторые конструктора, основная группа, которая занималась мотор-колесом, которая занималась концептуальным размещением узлов и проектированием подвижного состава, она перешла в конструкторское бюро Skyway, и сегодня те мощности, которые используют для создания первых прототипов ее модели, сегодня они работают в конструкторском бюро Юницкого. И как раз через 2-3 месяца будет уже готов к демонстрации и к испытаниям первый прототип уже Юнибайков. Поэтому это тоже знаменательное такое событие, и сейчас это все стало возможным, и все, о чем мы будем говорить в дальнейшем и сейчас вам показывать, это только благодаря тому, что большое количество людей собралось вместе, поставили перед собой цели, написали программу, сделали финансовый и экономический план и приступили к его реализации. И сегодня, друзья, мы репортажи, которые показываем перед вебинаром, и перед следующим, в 13-ти часам вебинаром, будет последний отчет, который вчера мы только увидели, его только, по-моему, разместили, или не разместили в сетях. Ну, последний отчет о 19-й опоре, металлической опоре, о натяжении уже, то есть это вот только вчера пошел, это как раз показывает о том, что работа идет активнейшим образом, и строительство идет, работа идет, и благодаря этому появляется уже доказательная база для того, чтобы вести разговоры сегодня и с чиновниками, и с губернаторами, и с мэрами, тоже о чем я буду говорить на следующем вебинаре, и для того, чтобы привлекать все большее количество сторонников, расширять уже нашу краудинвестинговую инвестпроводящую систему, и третье, что очень важно, для того, чтобы появлялись уже серьезные инвесторы, которые рассматривают уже вопрос инвестиций не по 100, не по 1000, и даже не по 100 тысяч долларов, а которые реально рассматривают вопрос миллионов и десятков миллионов долларов. И это тоже, друзья, результат работы, которую мы с вами добились. Этого не было бы ничего, если бы мы с вами не сконцентрировали свои усилия, по крохам не собрали те инвестиции, которые начинали полтора года назад, год назад, с большими венчурными премиями, которые сегодня представляются участникам проекта. Это тоже, друзья, заслуженное сегодня вознаграждение, потому что тот инвестиционный пакет, который мы формируем, и тот, который формировался, допустим, два года назад с дисконтами более 3000 к одному. Это венчурные премии, но очень много будем об этом еще рассказывать, показывать, то есть откуда формируются именно вот эти дискаунты, которые сегодня закладываются в инвестиционный пакет. Год назад, когда только приступили к формированию уже именно полигона в Марьиной Горке и только начали строить. И сегодня, друзья, когда уже полным ходом идет строительство, когда полным ходом идут испытания, когда в ближайшее время уже будет приступить к аэродинамическим продувкам уже моделей, это тоже очень важный момент, потому что аэродинамика в той технологии, о которой мы говорим, это ключевое имеет значение. И те показатели, которые сегодня выведены теоретически с помощью программ обеспечения продувки в компьютерах, они дают такой результат, друзья, что я, как бывший авиационный инженер, честно говоря, даже не до конца Я доверяю сейчас этим цифрам, хотя Юницкому, когда он говорил о коэффициенте аэродинамического сопротивления, 0,075, это было еще 15 лет назад, я тогда этому не верил, но после пробывки в Санкт-Петербурге, потом в ЦАГе, эти данные подтвердились. Сегодня Антон Ильич настолько значительно улучшил аэродинамику, что он приблизился вплотную к теоретическим значениям, которые 100 лет назад, даже больше, 120 лет назад, считал Николай Жуковский, это 0,043, то есть, и сегодня, ну, там, ближайший, там, месяц, будут проведены эксперименты, продувки, и мы увидим, насколько, прав или не прав, насколько теоретически Юнидский продвинулся, продвинулся к этим коэффициентам. Я могу сказать, что, конечно, у меня не было за 15 лет ни одного фактора сомнений, но здесь, скажу я, друзья, в это верится просто с трудом, что сегодня аэродинамическая форма Юнибусов приблизилась к теоретически возможным расчетам, которые делал Южуковский, на котором стоит вся авиация. Благодаря этим расчетам поднялся самолет братья Фрайт, благодаря этому работает вся авиация. Так вот, сегодня Юнибусы по аэродинамике близки к идеалу, то есть, к тому, что теоретически даже невозможно рассчитать, но это, друзья, мы увидим в ближайшее время, после уже практических продувок, после практических расчетов. Итак, друзья, можно сегодня четко утверждать, что проект Skyway, именно краудинвестинговая составляющая, куда мы сегодня зовем партнеров, куда мы зовем инвесторов, куда мы зовем сегодня людей, готовых принять и продвигать этот проект, он сегодня вышел на такую четкую орбиту и все больше и больше набирает обороты. И в ближайшее время мы готовим уже и демонстрацию первых прототипов, это произойдет в ближайшие 2-3 месяца. И готовим очень серьезные программы с крупными инвесторами, которые сегодня уже будут ходить и готовы рассматривать. И ведутся уже большая работа по адресным проектам, то есть мы готовим сейчас соглашения с целым рядом губернаторов, мэров, городов, не только в России, то есть сегодня вечером, наверное, Анна включится и расскажет о соглашениях, которые уже заключены в Ирландии, то есть тоже можно сказать, как свершившийся факт о том, что мы сегодня с первым правительственным органом заключили договор о том, что они будут содействовать и продвигать проект SkyWay на своей территории. Поэтому, это, друзья, все идет активное развитие, это активный результат той работы, которую мы провели вместе как команда, которая собралась 2 года назад для того, чтобы реализовать именно проект краудинвестинга. Наша следующая цель и то, к чему мы подходим, это, естественно, выход на следующий резонт, это уже получение заказов, это уже формирование непосредственно компаний, которые будут строить, это после того, как будет продемонстрировано, испытано, сертифицировано, это тоже, друзья, вопрос этого и следующего года, но то, что сейчас мы уже константируем и видим, что работа признана, она уже проведена экспертной оценке всевозможных органов и в России, и за рубежом, и подключаются уже очень серьезные инвесторы для того, чтобы участвовать в проекте. Как мы и говорили, друзья, это наша с вами заслуга, потому что без того, что мы с вами продемонстрировали на полигоне, без того, что сегодня выдает конструкторское бюро, а финансирует его только наша с вами краудинвестинговая система, это было бы сделать невозможно. Поэтому мы разработали и сделали сегодня, друзья, очень серьезную юридическую защиту, юридические обоснования и юридическое оформление защиты ваших пакетов, ваших инвестиций, которые сделаны за это время и кто сейчас это юридическая служба и самой компании, и фондов, которые сегодня работают. Поэтому сегодня отработана довольно-таки, я могу сказать, четкая система самого финансирования, это тоже очень серьезная и работа, и заслуга, которая сегодня огромная работа, которая проведена. Ну и основное, конечно, друзья, это, я могу сказать, уже по своим впечатлениям, когда каждый раз приезжаешь в конструкторское бюро, а мы с Алексеем здесь бываем довольно-таки часто, я могу сказать, что когда окунаешься в эту атмосферу, видишь конструкторов, видишь, как это делается, экономические расчеты проектов, как все это работает, именно как единый слаженный механизм, можно четко говорить, что эта команда, эта работа рассчитана на очень серьезные результаты и на очень серьезные проекты, которые мы в ближайшее время будем реализовывать. Мы, соответственно, как сегодня отвечающие за формирование уже региональных представительств, региональных команд, формирование краудинвестинговой проводящей системы, которая будет финансировать и адресовые проекты, и корневую технологию, мы можем сказать, что работа, которая сегодня делается, она дает общий результат и она работает на общий эффект. И сейчас, я не перестану это повторять, потому что это действительно, друзья, очень приятный такой факт, что сегодня пришло то время, когда мы уже можем видеть плоды той работы, которую мы начинали два года назад. И без сегодняшней нашей с вами работы и новички, которые сейчас подключаются, они приходят уже в отлаженный механизм. Они уже видят то, что сделано, они уже видят планы, которые стоят в ближайшем перспективе, и они могут сравнить то, что было и то, что сейчас происходит. И, соответственно, насколько проще сегодня людям, которые работают и несут информацию о проекте, чем нам, которые мы начинали в Краутинвестинге два года назад, два с половиной года назад, или как мы работали с Юницким еще 15 лет назад, когда приходилось убеждать, приходилось показывать и говорить, что мы можем это сделать. И насколько проще сегодня показывать и говорить, что, друзья, вот это мы сделали, вот результат, а вот то, что будет сделано завтра, послезавтра, через год, через два. Это, конечно, дорогого стоит, и, соответственно, именно эту систему мы сейчас уже развиваем, потому что, если 15-й год у нас был год становления Skyway, становления Краутинвестинговой системы, то 2016 год это год развития проекта, это выход на новые горизонты, и здесь я могу сказать без преувеличения, друзья, в ближайшее время то, что вы увидите, услышите и будете свидетелять, это будет поражать даже самых серьезных скептиков, даже тех, кто не верил и говорит, что никогда это не будет реализовано. Друзья, вас в ближайшее время ожидают настолько интересные события, что я думаю, что скептиков и тех, кто будет говорить о том, что проект Skyway это пирамида, что это Skype, что это хайп, что это аферы, я думаю, что их просто в этом году не останется, потому что те результаты, к которым мы сегодня подошли, они будут утверждать и говорить об обратном. Ну все, друзья, на этом я передаю слово Алексею Суходуеву, значит, для новичков, кто не знает, это один из первых инвесторов, который пришел в проект по краудинвестингу, сегодня это один из ведущих директоров, который развивает региональное представительство, региональные проекты, я могу сказать, один из довольно-таки крупных акционеров проекта Skyway. Так, голову пыль, так, Алексей, тебе слово. Дорогие друзья, здравствуйте, рад всех приветствовать, ну сегодня у нас такой действительно вебинар в поле, и вебинар для новичков у нас проходит в несколько другом режиме, в другом формате. Друзья, на самом деле сейчас вот я могу сказать, что привлекайте максимум, максимум вообще народу и рассказывайте максимум людям о Skyway, потому что та ценность, которую несет проект конкретно для вас, конкретно для новичков, конкретно для меня, конкретно для Сергея Анатольевича, ценность на первых стадиях, она не будет длиться бесконечно. И как мы и говорили, в 2016 году в любой абсолютно абсолютно момент может зайти крупный инвестор, могут произойти события, которые мы ожидаем, естественно, но никто не знает, когда они произойдут. И я могу сказать, что та информация, которая дается на вебинарах и очень много, так скажем, новостей, очень серьезных, будет показано на этой неделе. Наблюдайте за видеоканалом, за YouTube, за социальными сетями, те, собственно, форматы и источники информации для краудинвестинга, которые у нас есть, потому что то, что будет нам рассказано, это действительно заставит вас бежать и рассказывать о Skyway. То есть, вот есть слайд, даже подобный на конференции, на презентации, на данной, на конференциях мы регулярно об этом вещаем, говорим, что нужно действительно бежать и рассказывать о Skyway. И сегодня немножко нестандартный технико-экономический вебинар для новичков, тех, кто желает, хочет услышать именно такие вот технико-экономические аспекты и так далее. Возможно, дополнительно еще нужно будет посетить также следующий вебинар именно технико-экономический. Но буквально вкратце я сегодня освещу, почему выбран был путь краудинвестинга, почему Анатолий Эдуардович пошел на такой рискованный, но очень важный шаг и направил вектор развития группы компаний Skyway именно в нужном направлении, в нужном в то время. И, собственно, почему мы можем действительно позавидовать визионерству и провидению Анатолия Эдуардовича и Юницкого и радоваться каждый день, что у нас такой президент международной компании Skyway, генеральный директор, генеральный конструктор, обладающий очень колоссальной интуиции и возможностью управления, так скажем, направления, я бы сказал, даже какими-то силами свыше, то есть по-другому это никак не объяснит. И все началось в 1970-х годах, еще когда Анатолий Эдуардович Юницкий еще представил в 70-х годах программу не ракетного космоса, я думаю, на одном из техник экономических вебинаров, вчера тоже Анатолий Эдуардович Юницкий рассказывал про вывод промышленности в открытый космос, про механизм, очень простыми словами, очень доходчиво, я думаю, что на одном из техник экономических вебинаров мы это вам покажем, то есть, что такое седьмой технологический вклад, что мы описываем на самом деле уже на своих вебинарах и что вы не услышите, не увидите нигде, ни в какой книжке, потому что такого описания нет, это выводит именно в концепцию свет эта школа Анатолия Эдуардовича Юницкого, школа Skyway, и собственно в 70-х годах была представлена концепция, стратегия неракетного освоения космоса, программа вывода промышленности в открытый космос, ну, представьте, что на тот момент даже не было интернета, только зарождался пятый технологический вклад, соответственно, только зарождались персональные компьютеры, микропроцессоры, микроэлектроника, гаджеты, смартфоны, этот весь технологический вклад только был в колыбели, так скажем, только начинал развиваться, о каком шестом технологическом вкладе по логике развития вещей можно было говорить, и, соответственно, время на тот момент не пришло, и Анатолий Эдуардович Юницкий от глобального, но держа в уме это глобальное, как, собственно, и в таблице умножения, чтобы решить очень сложное уравнение, всегда в уме приходится держать большие числа, и Анатолий Эдуардович Юницкий решил вывести концепцию на создание именно простого, по законам физики, используемого транспорта, транспорта второго уровня, без использования каких-то сверхматериалов, без использования каких-то инновационных технологий, но собрав воедино все существующие законы, аксиомы, теоремы и так далее, то есть все высказывания, то, что, допустим, 1 миллион юнибусов сэкономит 6 миллиардов тонн нефти, это примерно сейчас потенциал выработки вообще современной нефтяной промышленности, это все рассчитывается формулой, то есть это не голые слова, это обоснование, и как раз таки в 70-х годах было создано первое поколение струнной технологии Анатолия Эдуардовича Минска в нулевых годах уже произошло испытание в городе Озеры, то есть это зил, уходящий в небо, и губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович зафинансировал большей частью этот первый технопарк, этот первый полигон Московская область, Озеры, и, соответственно, было показано то, что путевая структура, она действительно, несмотря на то, что легкая, ажурная, казалось бы, непрочная, она выдержала, и в доказательстве этому Анатолий Эдуардович Минский также стал под путевую структуру, и когда ЗИО сбирался, так скажем, ввысь, Анатолий Эдуардович стоял в доказательстве, потому что это является неопривержимым, твердым аргументом, если человек жертвует своей жизнью ради своего изобретения, ради своего ноу-хау, то, значит, он на сто процентов в этом уверен, и, соответственно, была продемонстрированная технология, была продемонстрирована эффективность путевой структуры, все это, скажем, аплодировали стоя, была проведена презентация Дмитрия Анатольевича Медведева на тот момент в 2009 году, и Дмитрий Анатольевич Медведев сказал такую очень весомую фразу, за которую мы ему благодарны относительно, то, что финансирование найдете, если, то делаете проект, и финансирование мы начали искать, и, соответственно, Анатолий Эдуард Медведев Медведев выбрал именно тот путь, благодаря которому сейчас мы находимся на том этапе развития, на котором находимся, это начало краудинвестинга, это произошло еще в октябре 2013 года, я присоединился в феврале 2014 года, видел проект в декабре, не поверил, честно говорю, то есть я развивал множество, так скажем, различных и присматривался к интернет-проектам, на тот момент я хотел уходить вообще из этой сферы, но я поразил вебинар первого Анатолия Эдуардовича и Кивницкого, когда действительно понимаешь, что такая технология развивается таким способом, и, соответственно, для каждого отдельно взятого гражданина в России, планеты Земля, каждый может стать любым, так скажем, за счет будущей капитализации программы Skyway. И как раз такие иллюстрации вы видите на слайде, это наша московская конференция 25 октября, которая прошла 2015 года в зале правительства при администрации Российской Федерации в городе Москва, соответственно, и я могу сказать, что это только начало, то есть то, что сейчас зарегистрировано более 200 тысяч участников регистрации, инвестируют более 50 тысяч инвесторов, это, собственно, только начало, я думаю, что это начало краудинвестинга, но я могу вам сказать, что в зависимости от тех этапов, которые будут развиваться, и эти этапы будут освещаться, показываться уже при достижении конкретных результатов, то есть даже если идет проработка, то никто не будет говорить, но я могу сказать, что в краудинвестинг, именно в эту лодку занятия хороших мест корневой компании, именно в качестве дольщиков, и не важно, сколько вы будете обладать долями, то есть либо 100 тысяч акций, либо миллион, будете обладать абсолютно теми же правами, что будет обладать человек, который инвестировал на 100 тысяч долларов, примерно, просто суммы будут несколько другие, но для вас конкретно, не для ваших внуков, не для ваших, так скажем, детей, не для ваших родителей это не будет иметь и не было возможности, и соответственно, только для вас здесь, сейчас, я думаю, что 2016 год должны все понимать, кто присоединяется к этому проекту, что 2016 год после этого все может значительно поменяться, причем в любой момент 2016 года можем, допустим, объявить через месяц, к примеру, что резко падает дисконт, и, соответственно, рисковая, премия за риск, именно дискаунт, то есть венчурная премия за риск, она будет минимальна, к примеру, если сейчас это один к нескольким сотням, начиналось все один к полуторам, тысячам, представьте, такой дискаунт был, то может все уменьшиться до одного в двадцати, одного в десяти, естественно, это будет очевидной конкретной инвестицией, естественно, будут инвестировать массово, много, но, так скажем, венчурная премия, она будет несколько, несколько намного меньше, и давайте пообщаемся о тех направлениях, которые, собственно, технология Skyway выводит и создает, это, естественно, в первую очередь, я буду говорить о высокоскоростном транспорте, то есть, высокоскоростной транспорт это тот эгрегор, тот апогей, на самом деле, который выведет нашу, наш проект, нашу корпорацию вообще в лидеры, в лидеры высококапитализируемых корпораций вообще мира, но, до этого, мы продемонстрируем и просертифицируем городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт, это уже октябрь 2016 года, и, естественно, легкий прогулочный, спортивный, экскурсионный транспорт, то есть, это является стратегической точкой входа сейчас при общении с администрацией города и так далее, мы сейчас ведем множество переговоров на самом деле, и, соответственно, это все работает, это все замечательно работает, так как люди, чиновники начинают сразу общаться не о юнибайках, а, соответственно, о городском пассажирском транспорте и даже высокоскоростном транспорте, и это не может не радовать, значит, стратегическая точка входа была правильно выбрана и выбрана вовремя, и те преимущества, которые несет перед собой SkyWay для каждого гражданина, для каждого участника, дольщика и даже человека, который просто даже не будет участвовать абсолютно в проекте, они колоссальны, то есть, это экологичность, это дешевизна проезда, и причем дешевизна проезда будет стремиться вообще к нынему, то есть, если будет на втором уровне перемещаться, соответственно, грузовое направление, подвесной транспорт будет городской, пассажирский, то стоимость городского пассажирского транспорта может быть еще меньше, чем закладывалось бы без перемещения на втором уровне грузового, также про высокоскоростное, то есть, бизнесы, которые будут созданы с помощью технологии SkyWay, они будут уменьшать еще больше стоимости пассажирских перевозок, и, соответственно, приведу пример, очень простой пример, Skype, по Skype общение абсолютно бесплатное, и только за подписки, только за определенные услуги вы платите, и, соответственно, сеть TransNet, будущая сеть транспортная, энергетическая, коммуникационная и даже социальная сеть иного поколения ближайшего будущего, она будет развиваться абсолютно по той же логике, и что говорить об экологичности, что говорить об огромных экономических ресурсах, материалах, то есть, это значительная экономия сырья, энергии, земли, и скоро выйдет свет очень серьезный материал, аналитика с формулами, мы будем неоднократно комментировать на расширенных технико-экономических вебинарах Сергеем Анатольевичем Сибиряковым и объяснять, чтобы каждый простым языком доходчиво смог донести до своих близких, родных, родственников и незнакомых людей, почему технология Skyway это действительно общепризнанная иммунационная технология, признанная независимыми австралийскими исследованиями, независимыми, так скажем, различными американскими профессорами и так далее, и даже уже специальными службами, то есть крупнейшими консалтинговыми агентствами той же самой Австралии, и в Австралии напоминаем, что там Толе Гордеч Юницкий с Виктором Бадурином только планируют поехать, то есть сейчас возникает столько событий и столько новостей, что просто даже пока что некогда поехать в Австралию, но в Австралии очень сильно ждут, там уже ждут с конкретным адресом проекта, то есть освоения более 10 месторождений, и этим будет заниматься конкретная компания, уже которую инициировал Роб Хук, это бывший директор транспортного департамента Южной Австралии, соответственно, который присоединился также, как обычные акционеры, кстати, инвестируя некоторую сумму денег в первый раз, также через личный кабинет, через краудинвестинговую площадку, и, соответственно, вошел, как обычный акционер, более полугода изучал проект, и сейчас это вышло на те уровни этапа развития, на которые вышло. И, что должен знать каждый новичок вообще о технологии? В первую очередь, это высокая аэродинамичность, то есть высокая аэродинамичность, она за собой влечет огромную экономию материала, топлива, человека часов при труда затратах, значительная экономия вообще капитальных затрат при строительстве, эффективности, скорости строительства, так как если мы располагаем соответственно путевую структуру уже над землей, то есть избавляемся от эффекта экрана, избавляемся от перемещения, допустим, как автомобиль или машины по асфальтовому полотну, у нас перемещается всталь-постами, соответственно рельсовый автомобиль скоростной, то мы достигаем во-первых максимального КПД колеса 99%, минимального коэффициента трения на поверхности и качения и так далее, и соответственно коэффициент аэродинамического сопротивления, если раньше мы декларировали 0,075, то сейчас в ближайшее время также планируются и продувки новую и декларируют специалисты заостроенные технологии, что будет 0,05. Даже говорится такая цифра как 0,032 теоретически можно достичь, я могу сказать, что это значительно больше, чем у Бугатти Верон, это значительно больше, чем у современных самолетов, военных, спортивных, и я думаю, что вы прекрасно предполагаете, какая обтекаемость у крыла именно аэродинамичного летательного аппарата, и соответственно 0,039 теоретически это может быть достижимо, но за счет того, что уходит на эргономику, на обвод корпусов, то 0,05 абсолютно будет достигнут такой эффект, такой коэффициент, новое значение коэффициента ЦХ, чего нет ни у одного абсолютно транспортного средства в мире вообще. И собственно те объяснения, те новости от Анатоли Эдуардовича Еницкого, те, кто еще не успел пригласить новичков, обязательно пригласите на технико-экономический вебинар, я с удовольствием буду наблюдать цифру тысячу человек, и комната расширена вообще до двух тысяч людей, это спонтанный на самом деле вебинар именно с включением Анатоли Эдуардовича Еницкого, то есть сейчас так скажем будут освещены некоторые моменты по развитию компании, ускорения по развитию компании, о которых друзья, нужно действительно рассказывать всем и каждому, потому что те экономии, которые будут влечь за собой технология Skyway, топлива, ресурсов, материалов при эксплуатации, при строительстве, эти же экономии вы можете обрести для себя и приумножить вообще в виде материальных ресурсов и исполнения желаний, мечт, именно благодаря капитализации корпорации Skyway, потому что такого направления, данные господа, его просто, его сейчас нет, и это не только слова Сергея Анатольевича Сибирякова, не только мои слова, это не только слова всех активистов, которые говорят каждый день множеству людей, что действительно этот проект развивается, это слова уже достаточно серьезных инстанций, серьезных признанных экспертов, и об этом всем более подробно уже будет несколько позже. А сейчас я хотел бы вам посоветовать в чатах, в социальных сетях на этот спонтанный вебинар со спонтанным включением, естественно, мы могли бы сделать предварительную рассылку и так далее, пригласить максимум людей, потому что на технико-экономическом вебинаре должно быть, ну, я думаю, не меньше тысячи человек, и я думаю, что это абсолютно реально. Как я уже говорил, на вебинаре именно вводном для новичков будет такая краткая информация, что такое струна, почему это предварительно напряженная неразрывная конструкция будет способствовать абсолютной ровности поверхности, эффекта отсутствия рельса шпала, то есть, вот я давно не ездил на поезде, и когда просто ночью спишь в поезде, то настолько болтает, настолько я отвык, и я уже действительно хочу, чтобы перемещение было именно на юни-байках, и, соответственно, чтобы сеть транснет начала воплощаться как можно быстрее, именно уже не просто в железе, в железе уже воплощается, это строительство на Марьиной горке Экотехнопарк, но уже в виде адресных проектов, в виде распространения намного быстрее, чем распространялся интернет, потому что темпы по теории Раймонда Курцлова и на технической сингулярности, то, что с технологическим прогрессом темпы значительно ускоряются, и, соответственно, наше развитие будет еще быстрее, чем это делал интернет. Экотехнопарк стройка уже завершена в качестве установки 19 промежуточных опор, то есть крайняя опора была установлена металлическая репортажа, сейчас, чуть позже мы обязательно включим, и, соответственно, уже в ближайшее время будет с помощью технологической оснастки устанавливаться путевая структура, натягиваются струны, и, друзья, сегодня мы объявим дату, это дата международного события, это, так скажем, генеральный прогон, генеральная репетиция перед большим событием осенью, и, я думаю, что все активисты SkyWay, также на закладку нулевого километра, посчитают долгом там участвовать, там присутствовать, потому что, друзья, этот этап очень серьезный, и там будут находиться очень серьезные структуры, представители губернаторов, и так далее, и дату сегодня мы уже конкретно объявим. для новичков я думаю, что возможно это было и шоком, такая вот информация, что уже говорят о непосредственном развитии, то есть многие привыкли, что их зовут через интернет, различные проекты, которые рождаются, умирают, но, друзья, мы развиваем через краудинвестинг этот проект уже более двух лет, и этот проект будет развиваться, я не подблюсь этого слова, многие, не то что года, я могу сказать, что вообще путевая структура, она может выдержать срок, именно выстоять сквозь время более 50-60 лет до 100 лет, как ванковые мосты стоят, так скажем, и наш проект будет развиваться сквозь года, это долгие многие десятилетия, я не подблюсь этого слова, века, потому что путевая структура, она будет, как когда-то была построена железная дорога, абсолютно так же технология Skyway и сеть Transnet будет построена и развиваться, расширяться по всему миру, и уже, дамы и господа, мы инисируем начальные адресные проекты, я не говорю о том, что массово инисирует сама главная компания, мы инисируем от, так скажем, неспроводящий систему от сети, потому что многие люди имеют свои связи, многие люди имеют желание на мере рождать свои также проекты по иммунбайкам, может быть, по городскому, пассажирскому транспорту, то есть, этот регламент сейчас непосредственно в содействии со специалистами КБ мы будем упорядочивать и систематизировать, и, соответственно, каждый сможет это сделать по алгоритму, по заложенным принципам и взаимодействию как с хвостями тех или иных структур, так и предоставлению материалов по этапному развитию адресного проекта. И что я могу сказать, друзья, действительно, воспримите, пожалуйста, эту информацию максимально, не то, что даже полезной, не то, что даже нужной, максимально, крайне необходимой как воздух на сегодняшний день для вас. Потому что в следующий раз, когда вы задумываетесь, может быть, стоит посмотреть развитие Skyway, это в первую очередь обращение к новичкам. Такого шанса может не быть. И в 2016 году это может произойти, в любую неделю. Это мы вам говорим открыто, честно, потому что все предпосылки для этого есть. Но, собственно, результат, когда это будет, уже будет поздно. С Тройской Вей спасает планету, дает дорогу в мир Транснету. А теперь небольшая пауза. Ждем всех новичков на расширенном технико-экономическом вебинаре. Если вам была интересная эта информация, если вы хотите в первую очередь увидеть и услышать генерального директора, генерального конструктора международной группы компании Skyway Анатолия Эдуардовича Ницкого, то пригласите еще больше людей, еще максимум людей. Давайте покажем, что мы можем действительно быстро соорганизоваться и действительно быстро распространять информацию в кратчайшие, сжатые периоды о новостях и о новых этапах развития международной группы компании Skyway. Собственно, с вами Сергей Анатольевич Сибиряков, Алексей Суходоев, вели технико-экономический вводный вебинар для новичков. Прошу прощения за мой немножко шмыганным носом и так далее. Я приболел, это не буду скрывать, но, собственно, у нас такой режим в любом состоянии здоровья на Skyway не будет. Продолжение следует...